ну вот сейчас мои классики посмотрим поснимаем всем привет пойдем сейчас смотреть классики макарёк какой он высокий ну я думаю раз дверь открыта значит можно залезть посмотреть блин с одной рукой опа опа ну мою как тут высоко ну а внутри принцип почти все то же самое только перенесли телефон держатель сверху с бок все заводится также ё-моё как таким управлять то с такой высоты обалдеть какой капот широкий на камеру он кажется ужин но он очень широкий хоть сверху поснимать можно диски вот такие диски только такими тягать ёк макарёка вниз падать зацепился вниз и ехал как со второго этажа да уж да уж дети управлять таким аппаратом да на таком аппарате я еще не работаю думаю все еще впереди да уж ну пройдем еще че-нибудь сейчас посмотрим да ну в принципе управление все тоже самое все ладно слазим чтоб обе руки были свободны что иначе как раз лезешь да уж индийские тут наши классики не потянут такие девятьсот шестьдесятый аксион повыше будет восемьсот пятьдесятого принцип у них все тот же самый только меняется величина и мощность все то же самое ух все все то же самое ну вот я и говорил подставка вот телефон все управление то же самое даже что у нас 850 ну да тут единственное капот побольше ой уже поболее он ну в кабине все то же самое ну так так высоко посмотреть что вообще где кто есть найти своих комбайн смотрят кто то 870 аксион ну на таком мы работали на таком мы работали вот на таком мы еще не работали сейлки сейлки разные большая сейлка пойдем дальше смотреть а тут сзади оказывается харварсер сейчас стоит придемонстрирует а насрение сколько он получается 4х мостовый мощный комбайн 3 он какой-то уже 730 на пищиночном ходу залезем уже в комбайн посмотрим кнопок здесь конечно очень большая приселка впереди это вообще большая пойдем к телескоп посмотрим вроде где-то еще были экскаваторы 630 меньше вот такой 470 мне бы такой на хозяйство я представляю сколько он стоит даже можно было пущу поменьше за глаза такого совсем малыш по сравнению с теми большими ну как у нас у малыша в кабине залезть в него еще надо подумать ну тут практически все на одном джойстике сейчас посмотрим телескопы еще как раз вот рядышком следующие в ряду стоят такие телескопы управление вообще простые кабину залазить не будем вот такой тип погрузчик терминодор мощный ну соответственно тоже управление у них простое довольно таки ну и пресс охереть какой пресс сразу с обмотчиком рулонов да уж получается сразу три рулона может пока крутит сюда скидывает и здесь один заматывается пока это заматывается этот ждет там собирается третий рулон да уж до чего прогресс дошел я представляю сколько он стоит вернее даже не представляю честно сказать я не представляю ну не просто пресс тоже не просто пресс в том числе в этом месте демянске кофе можно да? сахар свой ех сахар свой да кофе можно да шляп блец Сцепился. Я так на сон тяню. Да она вряд ли. А вон есть вот, 15 евро. А что, не все по 15? О, 5 евро. 5? Да, готовы взять. Ну, не надо. Ну, черные здесь снимаются как-нибудь. Ну, 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 ну. Ну, это не класс, неинтересно. А, нет, там просто сверху. Нет, вон есть написано класс. Не очень хорошо. Ну, голову вентилирую. Да, вот либо за пятерку. Сейчас, смотри, еще подарит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Бесплатно. Вообще простятские. Ну, ладно. Возьмем по пять. Мы как бедные трактористы. Возьмем по пять. Так. Где у них там? Мусорник. Да, е-мое. Она что, позолоченная? Она что там с кондиционером? О, прикольно еще. Тоже, блин, 15. Курточки. О, сыну купить. Матвейки, правда, уже будет. Что, ценника нет? А это что, Дармада сдают? Нет. Нет. Нет, цены. Интересно. Ну, прикольно. Малому купить сына. Сделал. С детства к классу привыкал. Так, где тут мусорник. А, вот вижу. О, жилетка. О, Лэнкин. Жилетка. Что-то я передумал. Ну, спасибо. Ну, вот все. Тут с такой вот кепочкой. Не выкидывай там площадку. Да. Ну, засунем в карман, значит, чек. Вот это бороны. Это это после ежи... Это по стерне ежить. Да. Это стерню, типа, дробить. Да-да-да. Вот после кукурузы офигенно. Угу. Ух ты, ёшкин кот. Это ж каким надо трактором оттянутся. Ух ты, ёшкин кот, это ж каким надо трактором оттянутся. Тут, ну... Тут, ну... Тут уже, да. А плуг, посмотри, сколько корпусов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь корпусов. Но он прицепной, он уже катится на колесе. Сзади. А задняя постоянно стоит. Он через верх. Да-да-да. Я в интернете смотрю. А, посыпной получается, да? Полностью. Нет, это... Это у него получается, типа, рабочего колеса. Ну, это первый где-то. Туда. Потому что он... А, это транспортный вариант. Он въехал разложился и... Да. Даже транспортный он его ещё закидывает вот так вот наверх. А, да-да-да. Он его наверх закидывает и едешь. У меня он как-то в интернете был, наткнувшись, смотрел. Да-да. Ну, с таким так утонул, так утонул. Я сразу первое, что я когда вижу большие прицепные агрегаты, сразу первым делом утонул. Всё. Вот с таким. Всё. Что эти колёса спасут? Это же нажмёшь. Да не спасут. Они ещё глубже залазят такой вес. Это какие надо поля сухие, ровные иметь, чтобы их тягать. А по горам этим переломом всем, а? Представь такой, как зацепится. О, блин. Трактор надо по 1000 лошадиных сил. А, вот такие классики. Вот, мне бы вот этого с фронтальником. Офигеть. Кто это? 460-й. А, это как я там смотрел. Только это с фронтальником. Офигенно. Вот он всё попросил уже. Ого. Вгружено удобрение. Удобрение доброе вгружено. Офигеть. А это ещё меньше. 440-й. Поменьше лошадок. Мне бы его на мой век хватило. А это не было по 7 кататься? Ну вот это я уже точно не знаю. Это наверное смысл того же самого. Ну да-да-да. Ох, какие комбайны. Прицепы какие. Ну это из-под комбайна, да, это забирать. Из-под комбайна и фуры загружать в зерно. Ленкин. Да. Это он сложный мне кажется так. Может быть. А, или это откидывается. Этот край откидывается. Ну это да, это всё. Да уж. Нахерить аппарат. Ну знаешь. Обалдеть. В пастерне сразу щит и сеется. Аппарат так аппарат. Ё-моё. Прицепно ещё такое. Да уж, прицепнули тут, смотри какие интересные диски. Долго их хватит, ну толстый, а смотри он должен как под заточку быть, потому что он как острый, он будет то снашивать так. Хотя может под углом как самозатачивающие, скорее всего так и снашивать. О, Гриша, зато эти забивать не будет. Сделано. Не по нашим полям опять же. Ну это тоже, извини меня, это какой трактор надо, чтобы ее тянуть? На грузе бункеры. Этот и то, наверное, не потянет. Нет, но этот уже должен. Но только тем, да. А, 960, но на гусеницах. Этот уже на колесник не переберешь. Да, ну в салон уже не полезен, мы в салоне уже были такого. Да. Мощно. 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 Тут мне интересно, а как он рулится? Нормально он подруливает? Такие гусянки, когда его толкают. Мне кажется, по скользкому он и... Руль повернул, а он прямо его утолкает. Какой спереди зацепа какой-то зацепный. А, е-мое, нет, надо проникнуть вовнутрь. Местница еще так. Ну да, внутри уже все то же самое. Только вовнутрь попасть по-другому. Там проводят экскурсию по тракторам, но на латышском. к нам неинтересно, по крайней мере мне. Ну, видишь, и тут вот с этим. Что за мода пошла с этими барабанами? Чего? Ну, везде трубки, да? Да. Да прикинь, сколько он будет еще и есть. Он будет давить все. Агрегаты, агрегаты. Самозагружающая нрушка. Круг такой. А, она еще телескопическая, выдвигается. Ну да. Ну да. Не-не-не, только-только. Да уж. Ну да уж. Ну да уж. И такие вот должны были быть. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. У них угол офигенный, атаки вот. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. какой угол. Паратики. Блин, надо идти еще кофейку сделать. Ну да. Ну да. Ну да. ОАГАДИ!!! Огни. Да... Ну да. Ну да. На транице. Да. Тут ветер посильнее. Приехали мы еще посмотреть кейсы. На кейсах я никогда не работал. Но тут и ветер сильный. Будет меня нормально слышно. Давайте сфотографирую, выложу это в сообщество. Ну вот, пройдемся, посмотрим. Вот, сильно быстро мы пошли. Кейсики. Ой, есть такой же, как класс, мы смотрели. Такой же, только на колесах. Ух, монстр. Да уж. Да уж, комбайны здесь большие. Вот этот, сплавающий, жадкий. Вот такой на наш классик надо. И будем пахать. В планах у начальника такой купить. Поэтому мы сюда и пришли посмотреть. Я думаю, там видно его, да? Вот такой пятикорпусник в планах купить. Будем мы своим классиком его тягать. Если, конечно, купится. А тут пошли все четырехкорпусные. Что-то маска подтекает у него. Ну, надо тут в кабину хоть залезть, посмотреть, что тут. Блин, так, телефон только переложить. Как пафосно, красная кожа. Прям пафосно, красная кожа. Да, ну, тоже очень, очень высоко. Очень высоко. Вид сзади. Что-то там увидишь особо сзади. Кнопочки. Тут уже другие кнопочки. Чтобы подтескать. Да уж. Тоже, как всегда, падать высоко. Ладно, вылазим. Ну, практический был. Да, как-то ломающийся. Ну, все. Едем домой. Все. Прощайте, кейсы. Да. Еще направки. Европейцы.